Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальная тема». Я Александр Иванчиков. 18 июля этого года было принято постановление, по которому компенсируют часть расходов по найму жилых помещений для нуждающихся категорий граждан. Что значит это постановление и есть ли у работы этого постановления уже первые итоги? Мы пригласили в нашу студию поговорить об этом представитель комитета социальных гарантий, Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия Оксану Емельяненко. Добрый день, Оксана Сергеевна! Добрый день! Ну и, собственно, первый вопрос. Есть ли уже итоги работы по этому постановлению? Да, итоги работы уже есть. На сегодня в отделы соцзащиты обратилось три семьи за предоставлением данной компенсации. Три семьи – это много или мало в ваших... Ну, учитывая такой небольшой промежуток времени со дня его принятия, это хороший результат. Ну, и теперь, собственно говоря, что значит это постановление простым таким человеческим языком? Вот какие категории граждан подпадают под действие этого документа? Под действием данного документа подпадают малоимущие семьи с детьми, имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, родных, усыновленных, удочеренных, взятых под опеку или в замечающие семьи. А количество детей важно здесь? Нет, количество детей не важно. Что нужно сделать для того, чтобы получить поддержку вот эту? Чтобы получить эту поддержку, необходимо обратиться в отделы соцзащиты с необходимым пакетом документов. Необходимо заключить договор. Этот договор должен быть зарегистрирован в Росреестре. И договор, срок данного договора должен быть более одного года. И оплатить расходы за арендную плату. И обратиться к нам в отделы соцзащиты. Надо сказать, что размер данной компенсации составляет 50% понесенных затрат, но не более 6 тысяч рублей в месяц. А механизм какой? То есть вы говорите, при обращении нужно уже оплатить арендную плату. Здесь вы возвращаете непосредственно тому, кто обратился, либо вы вместе с ним оплачиваете часть договора? Нет. Мы данную компенсацию предоставляем человеку, который оплатил арендную плату. Ясно. Вот это постановление, эта мера соцподдержки, она одна из самых новых для республики. В целом, ваш комитет, какие еще меры соцподдержки можно получить у вас? Вот комитет социальных гарантий. Какие гарантии вы можете предоставить? Надо сказать, что одним из основных направлений деятельности нашего министерства является формирование и обеспечение предоставления социальных гарантий. То есть это меры соцподдержки, компенсации, пособия, жилищные субсидии, субсидии на оплату жилого помещения коммунальных услуг и иные выплаты, которые предоставляет государство населению. Как много людей у нас в республике обращаются за этим выплатами? За выплатами ежегодно обращается более 300 тысяч человек. Жители республики Бурятия. Он скажет, что треть населения Бурятия. Одна треть населения пользуется мерами соцподдержки. Как-то вы ведете статистику, больше стало количество обращений? Есть у нас 2014 год, который принято считать точкой отчета кризисного времени. После 2014 года больше стало людей обращаться? Вы знаете, у нас есть категории, убывающие категории. Это труженики тыла, реабилитированные, репрессированные лица. Но есть те категории, это семьи с детьми, которые у нас в последнее время количество их возрастает. Поэтому по данной категории, конечно, динамика возрастает. Допустим, возьмем такую категорию людей, как многодетные семьи. Что может ваш комитет или в целом министерство предложить таким людям? Для многодетных семей у нас существует ряд мер соцподдержки. Это ежемесячная денежная выплата. Затем это предоставление жилищных субсидий на приобретение или строительство жилого помещения. Также лекарственное обеспечение для детей в возрасте до 6 лет. Также это бесплатное посещение музеев, выставок, посещение театров. И предоставление земельного участка. По поводу жилья я бы хотел поговорить с вами. Не секрет, что многие семьи нуждаются в жилье, нуждаются в качественном жилье. Но для того, чтобы получить поддержку определенную, все равно так или иначе, нужно обращаться в Министерство социальной защиты, либо в какие-то органы похожие, и также вносить часть суммы. То есть даже для того, чтобы получить поддержку по найму жилого помещения, нужно сначала оплатить, потом уже от вас поддержку получить. А есть ли механизм, который позволяет, грубо говоря, с нуля? То есть есть категория людей, которые не могут, сейчас особенно в кризисное время, они не могут заранее, то есть вперед что-то оплатить. То есть можно ли как-то это сделать авансом? Как вот можно получить? Ну вот для многодетных семей, вы же сейчас затронули вопрос про многодетных семей, в том числе для многодетных семей предоставление вот жилищных субсидий. Здесь у нас предоставляется для тех семей, которые имеют в своем составе 6 и более детей. Размер жилищной субсидии приличный, он составляет более 2,5 миллионов рублей. На эти деньги можно приобрести достаточно приличное жилое помещение. Как нужно доказать, что семья достойна получения этой субсидии? Здесь необходимо, чтобы данная семья состояла на учете на улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления. А там очередь, она электронная? Ну на сегодня да, существует у нас очередь, мы формируем эту очередь, мы собираем необходимые сведения с органов местного самоуправления. И на сегодняшний день таких семей состоит на учете 235 семей. То есть это, ну опять же, много это или мало? Понятно, что в размерах, вот вы говорите, то, что более 300 тысяч человек пользуются мерами, теми или иными мерами соцподдержки, но в частности, вот если рассматривать по количеству многодетных семей, 235 семей, это много или мало? То есть, либо может быть, как быстро движется эта очередь? Надо сказать, что ежегодно предоставляются у нас жилищные субсидии порядка 25 семьям. Надо сказать, что первоначально данная мера соцподдержки была направлена на многодетные семьи, имеющие в своем составе 7 и более детей. Когда эту категорию мы обеспечили, затем было принято решение уже обеспечивать категорию, которая имеет в своем составе 6 и более детей. Но на сегодня, вот мы знаем, что у нас улучшается демографическая ситуация, количество многодетных семей у нас ежегодно возрастает, ежегодно где-то на 700 многодетных семей у нас возрастает количество многодетных семей. И сказать о том, что 235 семей, много это или мало, с одной стороны, это хорошо, но надо сказать, что все эти семьи будут обеспечены жилищными субсидиями, которые состоят на учете в органах местного самоуправления. А есть какой-то срок, в течение которого после обращения, либо, может быть, от другой какой-то, другая точка отсчета, после которой семья должна обязательно получить, улучшить свои жилищные условия? Либо это такая некая живая очередь? Живая очередь, да, живая очередь. Вот вы говорите о том, что раньше было для многодетных семей от 7 и выше, сейчас от 6 и выше, когда перейдем от 5, от 4 и так далее? Ну, когда уже. Будет ли это? Ну, вообще к этому стремитесь? Да, да, да. Хорошо, с семьями более или менее разобрались, с многодетными. Каким категориям граждан еще оказывается у вас поддержка? Ну, надо сказать, что в первую очередь социальные гарантии у нас предоставляются гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Но трудная жизненная ситуация, каким образом? Это может быть снижение дохода, либо потеря работы, либо человеку нужны какие-то в первоочередном порядке вещи или предметы первой необходимости. Вот для таких граждан предоставляется у нас разовая материальная помощь. Она предоставляется в зависимости от индивидуальных потребностей семьи или отдельно взятого человека. И максимальный размер данной помощи составляет 5000 рублей. А это разовая? Это разовая материальная помощь, да. Также при госпитализации или при диагностическом исследовании и также проезда к месту лечения, либо диагностики, предоставляется материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Что, по мнению министерства, является трудной жизненной ситуацией? Ну, как я уже сказала, что трудная жизненная ситуация – это… Ну, вот… Ну, как доказать, что я прихожу, да, я условно хочу получить помощь на госпитализацию, условно, да. Как доказать, что я нахожусь в трудной жизненной ситуации? Ну, трудная жизненная ситуация – это либо если гражданин имеет доходы ниже прожиточного минимума, либо оказался при таких обстоятельствах, когда он не может преодолеть свою жизненную ситуацию самостоятельно. То есть вот потерял работу или у него снизился доход, и он не может обеспечить свою семью. Вот для таких категорий граждан-то в первую очередь у нас направлены меры социальной поддержки. Я хочу еще отметить, что главный акцент для поддержания вот таких семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, мы… у нас направлен на предоставление субсидий на оплату жилого помещения коммунальных услуг. То есть те граждане, которые имеют низкие доходы, мы предоставляем субсидию на коммунальные услуги. А здесь размер субсидий, или он тоже в проценте, как считается? Здесь размер субсидий тоже рассчитывается индивидуально для каждого человека. На нашем сайте, на сайте Министерства соцзащиты, имеется калькулятор, где гражданин может самостоятельно определить, можно сказать, и право на получение данного вида помощи, и ее размер. Надо сказать, что средний размер составляет 3000 рублей в месяц. То есть, но ваша помощь от Министерства, в том числе и материальная, она должна покрывать весь размер, допустим, той же коммунальной платы, либо это какая-то часть всегда? Ну вот в данном случае при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения коммунальных услуг у некоторых семей мы полностью покрываем фактические расходы на оплату жилого помещения коммунальных услуг. Но именно те семьи, которые имеют низкие доходы. Но я хочу здесь сказать, что есть определенные условия для ее предоставления. Это, во-первых, гражданство. Во-вторых, гражданин должен быть собственником или нанимателем жилого помещения. И также у гражданина не должно быть задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Либо он должен заключить соглашение о ее погашении. Да, реставритализация или погашение. Условно тоже рассмотрим ситуацию, что есть некий гражданин, у которого была трехкомнатная квартира. Он работал, все у него было хорошо, но опять же потеряет работу. Размер коммунальной оплаты за трехкомнатную квартиру больше 6 тысяч, допустим. Он не знает о том или не знал раньше о том, что можно обратиться к вам и получить некую компенсацию. Накопил долги, потом услышал, посмотрел, допустим, сегодня наш разговор и приходит к вам. Что ему нужно сделать в первую очередь? Может ли он тогда претендовать, пока он не обошел все эти инстанции, не заключил договоры о структуризации и так далее? Либо может ли он у вас получить какую-то консультацию? Нет, конечно, он может у нас получить консультацию, он может получить консультацию в многофункциональном центре, может быть в наших отделах соцзащиты, может быть в нашем министерстве. Или, как я уже сказала, у нас есть для расчета этой меры соцподдержки определенный калькулятор на нашем сайте. Хорошо, допустим, сколько по времени это занимает? Собрал весь пакет документов, заключил договор на реструктуризацию. Сколько времени это занимает от момента обращения к вам до того, как он начинает получать выплаты? У нас все документы рассматриваются в течение 10 дней, определяется право в течение 10 дней и затем уже перечисляется данный вид помощи. То есть, в принципе, это такой недолгий процесс? Да, это совершенно недолгий, только вот есть определенные обстоятельства, как я уже сказала, это должно быть заключено соглашение, если у человека есть задолженность, и человек должен иметь гражданство и быть собственником или нанимателем жилого помещения. Оксана Сергеевна, спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию, поговорить о мерах социальной поддержки. Я напоминаю, что это была программа «Актуальная тема». Я Александр Иванчиков, и сегодня в гостях у нас был представитель комитета социальных гарантий, Министерства социальной защиты населения Бурятии Оксана Емельяненко. До свидания.